Привет, красотка! И сегодня, наконец-то, мы просто поболтаем. Не будет никаких поучительных тем. Если честно, после марафона я чуть-чуть так устала от того, что опять кучу информации читала, кучу информации находила в интернете, рассказывала вам, показывала. Поэтому я очень рада, что сейчас будет такая череда приятных свадебных видео. Сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вами вопросы на тему свадьбы. Так что я предлагаю запастись, понимаете, чем? Чем-нибудь вкусненьким. У меня это чай. Не очень интересно, конечно. Начнем. Итак, первый, самый часто задаваемый вопрос. Когда же свадьба? Наше торжество будет 18.08.18. Самое удивительное, что мы особо-то не хотели эту дату иметь. То есть мы не гнались за красивым числом. Но так получилось совершенно случайно. И на самом деле с этим у нас очень много возникло проблем. Потому что именно на эту дату давным-давно уже забронированы самые лучшие ведущие, самые лучшие видеографы. И это действительно оказалось проблемой. Потому что мы там звоним и говорим, на 18.00 мая свободна. Они аж смеются в трубку, типа, на 18.08.18. Вы понимаете, что это самая запрашиваемая дата этого года? Конечно нет. За полтора года некоторые бронировали эту дату. А нам она досталась совершенно случайно. Потому что вдруг внезапно эта дата освободилась там, где мы проводим наше торжество. Вдруг освободилась эта дата. Нам тут же позвонили, сказали, такая красивая дата свободна. 18 августа. Я такая, что такого красивого? Сначала ничего не поняла, а потом уже поняла, что это 3 восьмерки, бесконечность, 8, понимаете, да? Где мы празднуем? Я место само говорить не буду, потому что слишком много информации. Дата, место, время. Должна быть немножечко конфиденциальность. Но вы узнаете, конечно же, из видео, когда уже свадьба сама пройдет. Но хочу сказать то, что у нас не будет вот этого традиционного в ЗАГСе. Потом везем всех в гостей по городу, собираем достопримечательности города, потом в какое-нибудь кафе. И вот так вот разошлись. Я мечтала, чтобы моя свадьба прошла за городом. Чтобы это было природно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, чтобы каждый гость мог, когда захочет, выйти погулять, подышать свежим воздухом, насладиться запахом природы, чтобы это было все подальше от городской суеты. И, собственно, так у нас и будет. Я очень рада. Самый часто задаваемый вопрос. Будет ли у вас регистрация? Как это будет происходить? Будет ли ЗАГС? Дело в том, что мы уже женаты. Та-да-да-да! Да, это действительно так. Поженились мы спустя недолгое время после предложения самого. То есть Денис мне сделал предложение еще в сентябре. Совсем скоро, собственно, мы расписались. Но дело в том, что у меня в голове была картинка празднования свадьбы. Это обязательно лето, это обязательно тепло, цветы, природа, как я уже говорила. И зимой как бы я особо это не представляла. Да и осень, если честно. Но что вы думаете? Мы просто встретимся на банкете, поздравимся, уйдем? Нет, у нас будет выездная регистрация. Это то, что вообще определяет саму свадьбу. Но она у нас будет, конечно же, фиктивной. Если вы не знали, я раньше этого не знала, что все вот эти выездные регистрации, они фиктивные. То есть там стоит человек не регистратор, там стоит просто хорошо отрепетированный ведущий, так сказать. Он хорошо знает свое дело, знает, что сказать. Так, чтобы это все было как шоу. И вы обмениваетесь кольцами для всех гостей. Это все равно очень трогательно. Я в платье, да не с костюмом. То есть это все по-настоящему у нас будет. Но мы уже зарегистрированы, конечно. И в этом же вопросе, буду ли я менять фамилию, точнее поменяла ли я уже ее. Да, я уже не паснова, я уже Янковская. И мне безумно нравится моя фамилия. Я просто невероятно люблю вот этот суффикс ски. Ну, Янковский. Когда фамилия, это как прилагательное. Следующий часто задаваемый вопрос, организовываем ли мы все сами. И тут я хочу сказать, что не дай бог, чтобы я что-то вообще организовывала. Нет, мы организовываем свадьбу не сами. То есть, конечно же, мы принимаем активное участие, но все-все процессы организационные мы отдали в руки замечательному агентству Дин Дэй. Это просто спасение. Потому что тут такой момент, я перфекционист. Вот я настолько перфекционист в вопросе различных мероприятий, проведения чего-либо, что вот со школы, как я помню, мне нужно, чтобы все было с иголочки, мне нужно, чтобы я за все отвечала. Так вот, если бы я еще организовала свою свадьбу, мне кажется, в итоге ее бы не было. Потому что я бы там что-нибудь психанула на вопросе каких-нибудь ленточек на стульях, например, гостей. Я могу реально. И в самый день свадьбы я бы не отдохнула. Поэтому я безумно рада, что мы организовываем с организаторами. Это ребята, которые проводят свадьбы и в Екатеринбурге, и в Сочи, кстати говоря. Агентство Дин Дэй. Это муж и жена. Меньше трех недель до свадьбы. И я спокойна, что у нас будет все хорошо. Я не буду париться. И что все будет с иголочки. Следующий вопрос. Сколько же гостей? Чуть больше полугода назад мы с Денисом записывали видео. И там тоже кто-то нас спрашивал о том, какую мы хотим. Громкую ли свадьбу или маленькую. И я еще тогда сказала, что нет, я не хочу свадьбу на 250 человек, когда там я не знаю, кого я знаю, кого я не знаю в лицо вообще. Собственно, так у нас и получилось. У нас 25 человек без нас. С нами 27. И это достаточно камерная свадьба. Но самые близкие, самые дорогие, самые любимые люди будут. Есть ли какой-нибудь стиль или особенности нашей свадьбы? Да, у нас будут приблизительные цвета свадьбы, но не настолько, что вот мы показываем вот так вот. И каждый гость должен прийти именно в этой одежде такого цвета. Нет, такого у нас не будет. Будут приблизительные оттенки в декоре, в цветах, чтобы все гармонировало на фотографиях, на видео, но без фанатизма. А что из особенностей? Свадьба у нас будет безалкогольная. Это решение Дениса, которое я поддержала на самом деле всем сердцем. Реакция моих девочек, моих подруг была неоднозначная, потому что кто-то сказал, ну хорошо, ладно. Кто-то сказал, в смысле? Я перелью, значит, в сок добрый и приду сама с вином в соке. Кто-то сказал, да ладно, мне вообще пофигу, я и так не пью. И мы, в принципе, с Денисом тоже в жизни не пьем, поэтому было бы круто сделать такую свадьбу, мне кажется, единственную у наших гостей, которая была бы без алкоголя. И организаторы наши такие тоже, о, нифига, прикольно, классно. Редко такое бывает, чтобы все запомнили эту свадьбу в сознании. Поэтому вот такая вот особенность. Следующий вопрос, и, наверное, это будет последний вопрос, будет ли свадебный танец? Да, свадебный танец будет, мы уже сходили с Денисом на целых три репетиции, и еще остались две. Я хочу даже сделать отдельное видео на канал чисто со свадебным танцем. Я, если честно, думала, что Денис откажется, что он скажет, нет, какой танец, сама потанцуешь там, я просто похлопаю тебе. Но нет, на удивление, он согласился, и даже удовольствие получает во время репетиции, и я очень рада. Так что вот, красотки, немножечко ввела вас в курс дела, немного больше рассказала о нашем торжестве, о том, как все будет, потому что я, оказывается, уже жена. На самом деле, вот слово грубое какое-то. Мне больше нравится, как Денис говорит, супруга. Так что я супруга. Готовьтесь к тому, что в августе-сентябре будет достаточно много видео в плейлисте «Свадьба». Предлагаю красотке оставить это видео без видео-вопроса, потому что слишком много уже вопросов было. Но в любом случае подписывайтесь на мой инстаграм, если еще не подписаны. Здесь будет ник, задавайте видео-вопросы в директ мне. Там совсем скоро будут появляться красивые фотографии подготовки, самой свадьбы, места проведения и так далее. И, конечно же, улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Продолжение следует...